доброго времени суток всем привет мы снова на горном алтае селе тюнгур база отдыха топ тур алтай в этом походе не будет никаких лодок водометов никакой рыбалки впереди только пеший поход общей протяженностью около 80 километров значит идем к подножию великой белухи завтра на автомобиле газ 66 нас забросит до стоянки три березы оттуда мы переходим на активный трекинг идем значит вверх по акемской тропе доходим до акемского озера там ставим базовый лагерь проживаем там один два дня плана сходить акемского ледника вот обратно значит идем по верхам кучерлинской тропы поднимаемся на перевал каратюрек через каменную избу через метеостанции и спускаемся к урочищу и илань иландо саш называется да там нас тоже заберет автомобили доставит на базу отдыха вот значит что касается снаряжения здесь полный пипец на них так как мы полные дилетанты в этом деле у нас рюкзаки весит двадцать семь двадцать восемь килограмм но под три сашку то нас еще воду добавить по 30 килограмм даже не представляем как с таким весом мы будем ползать по горам и она будем решать проблему по мере их поступления есть михал еще нибудь добавить в принципе ты все сказал хотелось бы выразить благодарность хозяевам базы радушно встретили объяснили рассказали все накормили приняли и организовали выезд на завтра автомобиль да все очень хорошо так что рекомендуем базу топ-туралта это не реклама это а чистого сердца мы здесь первый раз как поэтому здесь вас много каждый выбирает лучше так скажем да хотелось бы мне еще добавить что у нас в распоряжении 67 дней на этот поход вот и рассчитываем на недельку что михалыч ладно сегодня отдыхаем завтра утром рано выезд добрый путь вкратце покажу территорию базы топ-туралтай такие донаки двух и четырехместная автостоянка на территории 150 рублей сутки это вот наш наши апартаменты четырехместная но мы здесь двоем проживаем небольшой творческий беспорядок уже сегодня отдохнули поспали покушали такие вот виды сразу открывается здесь у нас столовая красавовая сегодня здесь поужинали нас вкусно накормили до девушки на вкусно очень вкусно было здесь помещение все чисто все цивильно это называется аил такое помещение даже печь стоит здесь прайс так это банька сюда мы сходим после белухи когда спустимся за ним посмотрим так все уютно из помещения для отдыха что здесь получается вырубочная здесь уже салон это понимаю нормально даже вайфа есть это двухэтажный дом и здесь хозяева проживает есть это же дом для проживания для больших групп такси до дубровки заказывали армейский танчик кому интересно вот контактные номера сейчас грузимся забираем еще одну группу едем на ивань там оставляем и возвращаемся забираем еще одну группу едем на трех берез ну просто пока да просто решили прокатиться до ивань туда нам предстоит выйти на обратном пути посмотрим там местность обстановку обстановку счастлива ребята удачи здравствуйте Все, я готов на трекинг. Ты готов? Карту снимай. На трекинг. Запоминай карту. Все, погнали. Провела посещение природного парка Белуха. Мы где? Мы где-то сейчас, я не знаю, где мы здесь, короче, где-то мы здесь, наверное. Прошли 300 метров перегур. Идем в гору. За 300 метров как будто в бане побывал. Ага. Михалыч, вообще он весь в поту жарко. Километр, наверное, прошли. Дух перевести. Еще 24 до Акинского озера. Да, Михалыч, верну водички. Вот у меня были сомнения по поводу трекинговых палочек. Полчаса идем. Полчаса? Да. Взял такие, ну, дешманские трекинговые палки. На вал берез. Там 1400 стоит. Но отрабатывает прям бомба. Я прям вот доволен, что я это купил, короче. Не пожалел. Лишний вес пошел с ними. Хорошо идем. Мы так, может, за день дойдем? У меня тоже, да, по поводу. Сомневаюсь. Не, ну, я не знаю здесь, что. Пока, по крайней мере, снимать нечего. Идем по тропе. Набор высоты. Вот лес, дремучий лес. Ну, тропа такая нормальная. Я не сказал бы, что разбитая. Идти можно. Вот. Снизу там Акем шумит. Ну, я думаю, к вечеру увидим, как мы там поставим лагерь. Около водички будем ночевать. Проверочка, да? Себя? Да. Нехилая. Нехилая проверка. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое родное. Это родина моя. Михалыч, это я, да? Прошлепали где-то три с половиной километра от трех берез. Вот. Короче, я психанул. Свой рюкзак, короче, выкинул. Вот, иду налегке. Михалыч свой тащит рюкзак. Михалыч, а есть кушать? Поделюсь. И палатка у него есть. Ну, а там я это, как-нибудь проживу, проживу, но... Смотри, я уже... И мастер-класс показывал. Выворачиваю. Как надо это... Вот так вот. С первого раза я уже матерый. Походник. Походник. Оп. Я готов. Выворачиваю. Еще одна пересеченка интересная. Красивая, пейзажная. Живописная, точнее. Мы нашли ее всего... 200 грамм. На счастье. Но все-таки ходят здесь коньки, лошадки ходят, но... Но по тропе я не видел ни одного следа. Поделимся счастьем с другими. Все, нету сил больше идти. Короче, остаемся здесь. Мы встали на обед. Водички скипятили. Вон паштетики. Все это сейчас. Все это мы с собой заберем. Потом вечером на стоянке сожгем. Все эти баночки из-под паштетов. Все это мы будем забирать. Михаил сейчас отойдет, наберется сил. Как? Саша, паштеты вкусные? Все, идем помаленечку. Уже, наверное, около пятерки прошли. Нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, в общем, наша будет стояночка. Фух. Что мы, наверное, десятку прошагали, да, Саш? Ну, там вот снизу народ, который с нами приехал. Да? Мы здесь на ручье постояли и решили, что здесь будет удачнее. Не помешаем вам? В общем, дубль два. Михалыч нас обманул. Матрас вот этот весом 2,5 килограмма. Вот этот одноместный матрас у Михалыча весом 2,5 килограмма. Плюс насос и аккумулятор еще полкилограмма. Итого 3 килограмма. Вот. И у меня килограмма 400. Мое спальное место килограмма 400. Два раза меньше весит, чем у Михалыча. А Михалыч комфортно. Вот. Зато Михалыч шел всю дорогу, потел, пыхтел, блин. А зато сейчас будет ночь комфортно отдыхать. А завтра опять будет пыхтеть. За комфорт нужно платить нам. Ладно. Нормально все. Мы моржи, мы зимой купаемся. Так я здесь везде, Юра-то не могла. Она что-то с горлом промаялась. А я везде там. На 7 озер пойду, занырну. В озеро Духу занырну. В Акеме пару раз нырял, плавал. Ну, ледяная везде вода. Улис. Познакомились на стоянке с хорошими, приятными людьми. Сергей с Ириной. Пригласили нас в костерку. Поужинали вместе. Сидим, разговариваем. Разные истории рассказываем. Да, конечно, приятно встретить таких людей. Много тоже путешествует. Весь Алтай уже, наверное, прошли пешком. Вот молодцы вообще, блин, молодцы. Прям классно. Сейчас чайку попьем. Еще время позволяет. Погода хорошая. Не холодно. Я вообще ждал холода. А завтра в разные стороны разойдемся. Да, Сергей с Ириной на выход, а мы на подъем. Ну, много полезной информации. Сергей рассказал нам, куда сходить. Вообще, куда, чего, кого. Поэтому идем помаленечку. Там маленького знаем. Там информация маленького знаем. Ну, анализируем. Анализируем, да. Даже планы, может быть, меняются. Где-то корректируется. Классно, все классно. Я думаю, что, Михалыч, это только наше начало. Эта женщина на бай сказал. Вас злотянет. Да, это злотянет. Что, Сашка, сплошь? Не сплошь, совсем. В общем, ночь проезжали, проглазили, послушали. Шум руки. Ну, как обычно, я никогда первой ночи сплю. Сейчас завтракаю, но дальше тут дорога. Еще километров 15 лет. Лагерь собрали, позавтракали. Порядок за собой оставили. Все, сожгли. Да, Саша? Как всегда у нас. Святая порядок. Вода под заменем. А? Вода под заменем. Мы где-то находимся вот здесь. В пусте реки Араксан. Саша, мы вообще мало прошли, нам еще топать и топать. Николай, осторожней, осторожней. Спускаемся под горочку, вообще кайф, ноги сами несут, притормаживает только, ага. Еще раз селся, не пройти, не проехать, ага. И наконец-то мы спускаемся к реке Аккем, долго шли. А вот, вот это сила, вот это мощь. Саша, ты хотел искупаться, давай вперед. При переправе через Аккем произошел несчастный случай. Два человека погибли. Все, Михалыч, дошли до первого прижима. Вот река, первый прижим. И сверху вот такие вот камни висят. Когда покажутся, когда упадут, ты как знаешь. Надо их быстро переходить. Михалыч, поднажми! Такие вот курумники. Камни здоровенные. А и, Саш, сверху. Это не как на Шинде. Здесь помощнее. Ага. Еще один участок такой опасный. Там Михалыч идет. Я проскочил уже. А сверху вот такие вот камни нависают. Их, поздравляем. Хм. Хм. Железис. Ужеera. Присывая. Рудкость. Рудкость. Валерарь. Рудкость. 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 П어를. Камушки сверху нехилые. Вчера на стоянке общались с Сергеем, с Ириной. Вот они сказали по пути, вы видите, справа с стороны лысуху. В этом месте пару лет назад зимой сошла лавина. Все деревья снесло. Вот такая лысуха образовалась, а снизу столько вот кустарников. Наверное, около часа шли под дождем. Дождик немного перестал. Сушимся, сейчас пообедаем. Саша, что у нас сегодня на обед? Будем что-нибудь заморачиваться, такое серьезное готовить? Нет, серьезно, вечером. Ну давай тогда, чай, куфа, протеинные батончики. И дальше попрем. Ну, Сашок ни одного бревнышка не пропустил бы. Как только бревнышко так все оседлал. Ну, у нас как-то хорошо. Тяжело, да? С непривычки. Уже, как, ну, короче, один блогер, где он замокрами. А-а-а. Вот такие горы. Бомба. Медведи пока не видели. А вон там за пустиком сидит. А вон там есть. Высочайшая, великолепная белуха. Не знаю, как в камеру будет видно или нет. Но это просто зрелище шикарное. Вот нам осталось примерно до подножия. Может, километров 10. Но мы будем останавливаться, наверное, на высотнике сегодня. А завтра уже пойдем на ледние. Субтитры сделал DimaTorzok Сказать, что было легко. Не знаю, это соврать себе и всем. Это было трудно. Осталось пару километров. Уже сил нету, да, Михалыч? Уже вот на тропе уже упали. Прямо. На тропе грязной. 1791. Высота у нас 1791. Сейчас переведем дыхание. Я думаю, дойти в ноты успеем дойти до базовый высотник. В общем, там ставим палатку. Быстро ужинаем и все, спать падаем. Этой ночью плохо спали. Даже непонятно почему, да? Сна не было. Сна не было. Высотник. В общем, отошли. Базовый высотник метров, наверное, 150. Вот напротив солнечной батареи. Здесь вот тропа проходит. Короче, в 20 метрах от тропы остановились уже. Сил нет и идти, короче, место искать. Вообще уже все. Вот такое местечко. Здесь палатку оботнем. Поужинаем. И все, отбой. Все, отбой. Я снимать не буду. Михалыч. Все, мы молодцы. Дошлепали, короче, за сегодня. Все, завтра. Не знаю, разгрузочный день. Надо восстановить силы. Там завтра уже подумаем. Подумаем. До обеда, да. Будем отдыхать, короче, велится. Доброе утро. Сегодня третий день нашего похода. Добрались мы до лагеря Высотник. Переночевали. Завтракать собираемся. Сушимся. Дождик муленечко прошел. Тент сушен. Под тентом были. В общем, палатка. То есть мы не промокли, нам тепло было. Все, отчем у нас тут Дмитрий занимается. Дмитрий шьет рюкзак. Китаец крещит по швам, блин. Боковая лямка оторвалась вообще напрочь. Здесь вот спереди, снизу полностью шов разошелся. Сейчас его зашил и уже не видно. Вот эти три лямки, они полностью вывалились фактически. Так и сзади вот на основном. Угол оторвался. Надо будет прихватить покрепче. В принципе, рюкзак неплохой, удобный, но непрочный. Не рекомендую. Хочу добавить, купить хороший рюкзак. Этот, три рубля за него отдавал. Ну, не жалко, приду, выкину. Вот такая фирма. Не рекомендую. Взлет вертушки с базы Высотник. Такой небольшой у нас сегодня косячок получился. Много кадров не будет с квадрокоптера. Сожгли утром зарядное устройство на квадрокоптер. Так что у нас два аккумулятора осталось на квадрокоптере полетать. Ну, ничего. Саша питание нашел, но плюс-минус неправильно определил. Да, бывает. Ладно, теперь будем через экшн-камеру передавать все красоты. Хотя она не передаст, ни одна камера не передаст те красоты, которые видишь глазами. Вот. Как говорится, глаза наслаждаются красотой, но достается это все ногам. И реально ногам вчера так досталось. Мы сегодня с утра бодрячком до встали. Прям вообще нормально адаптировались. Мышцы привыкли. Ну, все, идем туда, к белухе. Ух! Какой видон! Коняшки пасутся. Сейчас Михалыч будет штурмовать метеостанцию. Проход запрещен. Еще вертушка летит. Оставили свои вещи, рюкзаки на Акемской метеостанции. Старший здесь Александр. Без проблем разрешил оставить вещи. Вот. Там дальше тропа уходит в долину Ярлу. Вот переправа. Это Акемское озеро. А мы пойдем туда выше. На Акемский ледник. Вот это поворот. Впереди государственная граница. Сейчас будем там регистрироваться, показывать паспорта. Прошли контроль. У пограничников. Объяснили, что можно, что нельзя. Это у нас гора Белуха. Смотри, все-таки, Саш, высота 4506 метров. Это официально? Да, это официально. То есть, в разных источниках, разная высота. В основном вот эта высота везде. Из бочек сделали такие домики с отоплением. Все нормально, тепло. По-любому от холода не замерзнут, да, Саш? Нет. Тоже непонятно, что за постройки. Ну вот, Саш. А вон вертушка, да, стоит? Вон вертушка стоит. Вот отсюда, конечно, вид вообще бомбический. На самые пики, Саш, смотри, закрыты, да? Облаками. Погода такая, нормально. Фортануа, конечно. Идем вдоль озера. Через километр два часовни будет. По пути много мест, стоянок. Ну, все равно народу немного, но есть народ. Видишь, какая-то банька даже есть. Жаня, дух, спасать тебя можно. Праздник, если что, 7 здесь, спасено 7 стоит. 4, а здесь 14. Что получается? Спасено 78, погибы 24. Пропало без вести и 14. Это сводка за 2006-2011 год. Саш, ну вот коняшки. Бери любого, который тебе завтра повезет на перевал. Моя какая гриба шикарная. Да. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такая крепость, две башни Вот так вот, на фоне белухи Вот такой мостик Михалыч пошел Дошли до водопада Как называется, мы не знаем Потом посмотрим, да, Саш? Вот это видок Хо-хо, красотень! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что такое серьезное? Субтитры сделал DimaTorzok Да, таймер сработал, представь Сам не нажимался Ходьба ходьбой, а есть по расписанию Грибцы, паштетик, печеньки Так, это что? Это с грибами? Сейчас посмотрели высоту У меня показало Две тысячи Девяносто два метра над уровнем моря А гора это еще два с половиной километра А гора это еще два с половиной километра Прохладненько, да? Когда с ледняка дует Видит, такой холодный Шикардос! Вот год назад Запланировали эту поездку Поехали Добрались Добрались до цели Классно Хоть и было нелегко, да? И будет нелегко Завтра еще будет хуже Но это будет завтра А теперь выходим к леднику Примерно часа ходьбы Вот О, Дмитриевич, а ты что это? Поспать решил что ли? И сейчас Камус от теплых бы Я вообще так пригрел Греешься Все, вперед Вперед Пойдем Здесь какие-то постройки По пути к Хакимскому леднику Типа Кухня такая Небольшая Может быть банька Была Типа кухоньки Это помещение, наверное Для сна Комната отдыха Баня Баня, да? Да Ну вот Даже банька есть Разливы ручьев Адакемского ледника Прикольно В горах Воздух Разряженный А эмоции Накалены Блин, какой же я маленький Среди таких Мощных гор Санек ползет Санек Санек Вот И ледник уже На горизонте И вертушечка Оперез По традиции Надо подойти И коснуться И коснуться Ледника Рукой Вдохнуть У него Своё тепло Здравствуй, дружище Холодный Вот Такая Вот Ледина Нависает Над нами Записли Как Образуется Река О Прикольно Ну У Акемского Ледника У подножия Белухи У источника Реки Акем Да Дошли Цель достигнута Дальше Не пойдём Нам посоветовали Это не делать Вот Ну что Оставайтесь с нами Дальше будет Не менее интересно Завтра Перевал Каратюрек Каменная Изба Вот Пойдём по верхам Кучерлинской Тропы До Урочища Ивань Не бойтесь идти в горы Бойтесь там Никогда не побывать Да Михалыч Да Это страшнее Шикардос Урочи 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 Спустились мы с Акимского ледника До станции За два часа Двадцать минут Вон Михалыч заползает Михалыч Два часа двадцать минут Да Да Даже быстрее чем Да Даже быстрее чем Предполагали И то последние километры Наверное три мы здесь Тащились Можно было За два часа выйти Запросто Вот такая Черная Черная Тучащина Висла Ну Белуха Вроде Светленькая В общем Расположились мы На метеостанции Нашли Более Менее Ровное место Старший Разрешил Палатки поставить Палатку поставить Здесь Это ну к чему К тому Чтобы завтра Получается Заметье станция Сразу Идет Тропа На перевал Каратюрек Чтобы не ходить Время не терять Прямо там Собираемся И сразу В подъем Сразу Стартуем Ну Что Михалыч Приятного аппетита Спасибо Обедаем Ой Обедаем Ужинаем И баньки Завтра Ранний Подъем Всем доброе утро Привет Четвертый день Нашего похода Начинается с дождя По шестого Проснулись Идет дождь Собрали Рюкзаки Спальники Матрасы Лежим Позавтракали Лежим Ждем Когда закончится дождик Вот Сегодня Планировали Подняться на перевал Каратюрек Вчера Ходили Узнавали Сколько будет стоить Лошадка Чтобы подняться Ну что поднять Наши рюкзаки На перевал Как нам Объяснили Что Лошади Сейчас болеют И Значит Одна лошадь Два рюкзака По 25 кг Не поднимут То есть На каждый рюкзак Нужна Одна лошадь Плюс Сопровождающая Цена вопроса Чтобы поднять Два рюкзака На перевал 7,5 рублей Однако Дорого Хотя На базе Нам сказали Другую Информацию По Ценнику Ну Каждый свой Ценник Поэтому Будем сами Карабкаться На перевал Заходим Надеемся Что Может быть Кобеда Дождик Закончится Кушаем Знаменитую Аккенскую Лепешку Такая Столовая Минтеостанция Аккем Здесь же Можно купить Консервы Носочки Такая Летняя Кухня На берегу Озеро На берегу Аккем Прошли Первые 100 метров От Метеостанции Аккем И все Стали на передышках Кислород Закончается Подъем Крутой Может дальше Попроще Будет Вот так и будем Идти А куда деваться Короткий отчет Время Время В пути Час сорок Вот так Вот Уже Поднялись Внизу Там Виднеется Аккемское Озеро Вот Там Вдалеке Видно Часть Белухи Белуха сама В облаках По нижней тропе Там еще одна группа Поднимается В количестве Пяти человек Вот так И мы скоро В облаках окажемся Поднялись Вот На такую высоту GPS Не показывает Почему-то Ну Нормально Идем Короткими Перебежками По 30 метров Отдыхаем Дышим И дальше прем Да, Саш? Впереди Вот такая Осыпуха начинается Тяжеловато будет И туда В облаках Там была А, была Да уже Да Загиб Это, видимо, замерз Который, да? Да, наверное? Еще маленько Еще чуть-чуть Ага Это, знаешь, Саня Как говорят Умные в гору Не пойдут Умные в гору Обойдут Это про тех Кто Не хочет Испытать Минуты Блаженства Так вроде? Ну Вот Мы идем Пыхтим Но наслаждаемся Реально Наслаждаемся Видами Видами Это просто Словами не передать Вот Ноги Ноги Плечи Сегодня Вообще Без проблем А вот Дыхалка Дает о себе Знать Видимо Высота Но Сложно, да, Саш? По каким тропам идти По таким камням Да, иногда хочется По камням идти А представляешь Вот Как кони По таким тропам Идут Загруженные Пипец Время в пути 3 часа Спуск Спуск Такой Там Стоянка Снизу Отдыхают Люди И опять Вверх Жесткий Подъем Сейчас Снизу Отдохнем Привал Водичку Заправимся И Опять Вверх Коняшки Трудяги Мы На перевале Каратюрек В облаках Стоим Фух Что, Саш? Тяжело, да? Перевал дался Я уже отдохнул Пока ты шлепаешь Скажи что-нибудь Смотрим 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 Пусть уходят Сами Что рассказывать Пошел снег Вот Это нулитм Идет снег Я не знаю Сегодня 10 июля На перевале В такую погоду Попали Реально Засада Пошел Как настроение? Нормально Нормально? У меня тоже нормальное настроение Погода плохая, но? Мы не отчаиваемся Снег с дождем сменился На солнышко Белуху не видно В облаках Я думаю Она сегодня не появится Но мы ее вчера Хорошо видели Поснимали Там полетали Вот Погода такая Переменчивая То дождь, то снег, то солнце Михалыч собирается Рюкзак Утягивает свой Саш, ну что Новая высота 3039 метров У нас до этого был рекорд 2927 Или 23 метра По-моему Да нет 20 там было Музыка 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 Продолжение следует... 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 Ох-ох-ох-ох-ох! Вот очередной пейзаж. Это вот внизу река Кучерла. Не знаю, видно, не видно будет в камеру. Уже вечер. Такие оскалки. Начинаем спуск. Спуск такой, конечно, крутоватый. Что вверх, тяжело ногам, что вниз. То же самое. Спустились вон оттуда. Готовимся к ночевке. Такие вот вечерние обзоры. Сбор. Завтра немножко отдохнем. С утра поснимаю. Полетаем здесь на дрончики. Снизу площадка туристическая для палаток. Народа много. Наверное, человек двадцать. Даже тридцать, наверное. Это так называемая каменная изба. Я так понимаю. Ну да. Что с собой тащить? Банки и баллоны. Свиней везде хватает. Что, Саша, куда пойдем вставать? Выбирай место. Нашли местечко. Народа много. Поставили палатку. Готовим ужин. Сегодня у нас гречка. Гречка будет. С тушником. Поедим и баечки. Да, Михалыч? Устал сегодня? Каждый день. Каждый день трудовой, да? Самый сложный день был. Это первый. Каждый второй. Теперь еще день дальше. Вчера хорошо прогулялись. На легке. Сегодня легче сказалось. Вчера хорошо прогулялись. До новых встреч. всем доброе утро всем привет пятый день нашего путешествия плана немного сегодня поменялись значит от каменной избы мы не пойдем вверх через метеостанцию вот а спустимся вниз к реке кучерла и пойдем вдоль реки до населенного пункта день сегодня прекрасно да саш жарко будет самый лучший день из пяти этих дней что мы идем вот природа огонь если что-то будет интересного мы обязательно включимся оставайтесь с нами продолжаем наш спуск к реке тропа на спуске тоже сложно сложная да саш тропа на разбита конями раскисшая после вчерашней грозы в этом вся сложность ну и уклон конечно не маленький пять километров по такой тропе сказали кучерли мишки ходят и шаня шаня друг как сказки скрипнула ведь все мне ясно это ведь где в общем идем по такому дремучему лесу тропа вообще жесть оффроуд просто опа да здесь а что же неплохая сестер на ну зато какой запах да чем только не пахнет точнее по верхам одна красота да а по лесу другая красота кому как а нам и там и там приятно ходить подъем вообще жесткий снизу обрыв 1 люди здесь ходят а лошади еще груженные ходят здесь и жестко я бы точно здесь верхом на коне не поехал михалыч конечно саня обнаружил вежий след то бишь медведи ходит по тропам вот так вот вышли к такому месту как называется не знаю собачка на встречает шарик красиво это скорее всего . крайняя точка для заброски на автомобилях банки стоят живописном месте находится сейчас должна группа спуститься пять человек с которыми вчера познакомились вот и семерон видим до тюнгура с этого места получается 20 километров цена вопроса человека 2000 рублей либо мы идем пешком сегодня и еще завтра особенно четко либо едем до 2000 на уазике и того саж получается мы прошагали общей сложностью где-то 60 километров не меньше и на автомобиле у нас там получается до 3 берез 20 километров заброска и здесь 20 километров заброска в общем у нас в общем маршрут протяженностью 100 километров получился так как то получается сейчас заказали лепешку с чаем на кеме мы попробовали лепешку тоже было вкусно сейчас здесь оценим погодка огонь до собачку угостил место встречи изменить нельзя да я сказал мы еще все не увидимся на этом наше путешествие заканчивается было круто и тяжело но на того стоило да всем советуем сходить до белухи увидеть всю красоту горного алтая своими глазами то что мы смотрели по видео в ю тубе это все не то когда увидели своими глазами это реально бомба в принципе добавить больше нечего всем спасибо за внимание до новых встреч пока